Лучшие фильмы в кругу любимых соседей теперь могут посмотреть жители одного из районов города. Тос Сахалин создал домашний кинотеатр. В преддверии праздников там уже радуют женщин любимыми советскими кинокартинами. На одном из таких показов побывала наша съемочная группа. Эй, повариха, заводи музыку. Давай. Эй, а ну пойди сюда. Сегодня на экране один из самых любимых советских фильмов «Девчата». Возможность смотреть шедевры киноискусства «Все вместе» позволил выигранный грант. В конце декабря мы выиграли грант, который разыгрывался в городе, в муниципальном образовании. Приобрели проектор, экран и запустили наш домашний кинотеатр. Первый показ у нас был 23 февраля, на Дню защитника Отечества. Мы смотрели фильм «Максим Перепелица». Уже второй раз на такие домашние кинопоказы приходит Рита Попова. В прошлый раз мы смотрели «Максим Перепелица», мы тут очень посмеялись немного. Саме интересно, понравилось очень. А фильм «Девчата» любите? Любите фильм «Девчата»? Да, конечно. Хоть сколько смотрю, и всегда интересно. Старые фильмы. А скажите, вот можно дома посмотреть? Здесь-то обстановка приятная. Вот почему? Ну, потому что мы еще встречаемся, общаемся. Мы вот сами, наверное, слышали, тут галдим, разговариваем. У нас столько тут идей. Какие фильмы будут смотреть дальше, решают сами общественники. Кроме просмотров, планы домашнего кинотеатра включены кинолектории, а для самых маленьких жителей Сахалина разработана специальная детская программа. В этом году будет «Котеночкину» тоже юбилей, по-моему. И «Ну, погоди», для детей будет запущен цикл из «Ну, погоди». Вот ничего не платят за это, да? Вот вам-то зачем это нужно? Вот я себя иногда спрашиваю, зачем мне это нужно? Я как-то воплощаю, может, свои идеи, которые у меня рождаются в голове. Мне вот захотелось их воплотить. Для себя это неинтересно. Для народа, я думаю, народ оценит. Уже оценили и не только жители микрорайона. В прошлом году ТОС «Сахалин» занял призовое место на конкурсе лучших муниципальных практик, который проводил Всероссийский совет местного самоуправления. Тогда среди 60 регионов они заняли третье место с проектом по организации досуга жителей всех возрастов «Делу время по техе час». Заслуженную награду вручала лично Валентина Матвиенко. Организация досуговой деятельности сахалинцев может позавидовать любой дом культуры. Они проводят тематические праздники и конкурсы, организуют выставки. А ещё на базе ТОСа «Сахалин» работают кружки по интересам. Это делают дети на занятиях рукоделия, которую проводит замечательный человек Рита Васильевна Попова. Дети с удовольствием занимаются. Пока идёт киносеанс, председатель ТОСа Виктор Шустров проводит для нас экскурсию по общему дому для всех сахалинцев. Здесь по-домашнему уютно. Такую атмосферу создают многочисленные ручные работы – куклы, украшения, интерьерные композиции. В нескольких комнатах расположена библиотека, мини-музей, есть даже тренажёрный зал. «Спортивный тренажёрный зал. То же самое. Мы три года назад приобрели спортивный инвентарь, выиграл гранты. И всё, у нас ещё есть палки для ходьбы. Всем раздали нашим женщинам. А здесь на тренажёрах, пожалуйста, они могут заниматься и занимаются тоже по приходу сюда». В этот общий дом, как шутит Виктор Николаевич, не зарастёт народная тропа. На вопрос, в чём секрет успешной деятельности, председатель ТОСа Сахалин отвечает просто. «Собственный энтузиазм. И именно на этом удающемся энтузиазме у нас держится ТОС и процветает вот то, что вы сегодня увидели». Валентина Чибичек, Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.